Очень приятно видеть своих коллег из Уральского университета и коллег, которых я знаю по другим конференциям, и уже коллег, с которыми я познакомилась с материалами на нашем симпозиуме. Очень благодарна Юлии Анатольевне Русиной за такие теоретические разъяснения. Да, так я благодарна очень Юлии Анатольевне за эту теоретическую базу. В случае с Джоном Грэмом не совсем укладываемся мы, наверное, в понятие эго-документы как письменные документы, но я думаю, что история этого человека, этого художника, этого потрясающего персонажа позволяет расширить нам понимание эго-документа, потому что те истории, которые он устно рассказывал, которые затем распроизводились его слушателями, а потом они каким-то образом фиксировались воспоминаниями, воспоминания в конечном итоге тоже превращались в такие письменные эго-документы. Итак, речь идет об Иване Грициановиче Домбровском, которого американские исследователи обычно называют в ряду те, кто был причастен к рождению актрактного экспрессионизма в США в 30-е, еще в 40-е годы. В русском контексте это имя пока не очень хорошо знакомо, хотя вот готовится здание под редакцией Джона Болта, где будет как раз статья о Джоне Грэме и других представителях как раз русско-американской диаспоры. Итак, Иван Грицианович Домбровский, ставший последствием Джоном Грэмом на протяжении всей своей жизни, считал себя русским, хотя со стороны отца корни его рода уходили благородным польским фамилиям, но статус русского беженца из Советской России был для него, пожалуй, более удобен. Вы видите фотографию Домбровского в начале его американского пути и портрет, нарисованный Леонидом Бурлюком, как будто следит в 30-е годы. Это очень важный документ. Домбровский родился в Киеве в 86-м году, иногда приводятся другие даты, 81-й год и другое месторождение Варшава. Но по документам очевидно, что он родился в семье потомственного дворянина Грациана Ильнатия Домбровского и Евгении Брежединской. И вот в другой американской жизни эти киевские годы оставили в памяти художника, он стал художником в США, оставили кальдоскоп отрывочных, но очень ярких визуальных образов, которые зафиксированы в различных его записных книжках и в различных текстах. Вот один из них буквально, который дает представление о том, что это, какое видение было у этого человека. И так он пишет. Гурубель, копии документов для отца, его жена и дом на Глубочице, моя первая выпивка, белый сладкий ликер, странные чувства, погол, странная жизнь, снег, подолжение вашего города, бесконечные ступени на одной стороне и река на другой, Владимирская горка, дверь, ложки, ночная иллюминация, «Царские дни», «Лавра», «Инаки», «Монахи», «Днепр», «Паломники», «Андреевская церковь», «Раскопки», «Лавра» и так далее. В Киеве Иван Домровский окончил юридический факультет. Здесь, на этот октября, ему 18 лет. Он окончил юридический факультет в Киевском университете, но по линии юриспруденции не пошел, хотя документ свой диплом хранил, и в американской жизни его нередко, кстати, не гордился и даже называл себя доктором юриспруденции, хотя ни разу, ни дня не работал по этой специальности. Зато еще в России он избрал военную карьеру и даже участвовал в годы Первой мировой войны в Армении и был награжден, стал георгиевским кавалером. И вот этот военный опыт, казалось бы, не очень длинный, но очень важный. Он для него оказался такой базой, платформой и для его художественных впечатлений, и для его художественных произведений. Здесь вы видите фотографию, где он в начале 40-х годов в своем, так сказать, в своем, как тайский военном, в своей квартире и, собственно говоря, его студия, квартира, в которой военное прошлое очень даже и ощутимо. Грэм нередко называл себя выдуманной персоной. Он обычно рассказывал друзьям о своей жизни очень занятной истории, которую и сейчас невероятно сложно проверить. Сохранилось много личных документов в фонде художника в архиве американского искусства в Вашингтоне, но до сих пор они не позволяют внести полную ясность в его биографию, особенно русского периода, поскольку большинство материалов фрагментарные, носят билетаризованный характер и написаны на смеси английского, французского, русского и других языков, лишний раз подтверждая необычность и специфичность его мышления как художника. Грэм всегда был склонен, так утверждали современники, говорить полуправду, утаивать многие вещи или просто придумывать. Например, никто никогда не знал, сколько он зарабатывает, куда уходят его произведения, кто его там коллекционер и так далее. Ну а по линии придумывания различных жизненных факторов здесь он просто один из лидеров, наверное, мог бы быть, можно его назвать. И, например, таких биографических документов, которые хранятся в Вашингтонском архиве, но, к сожалению, они как бы в биографии мало что могут добавить. И, например, в своей рукописи, которая называется автопортрет, автобиография, он сообщает о своем рождении следующие факты. Здесь оригинал на английском, здесь есть перевод. Я перестакиваю немножко с предложениями на предложение основное содержание. Итак, цитата. Не спрашивайте, кто я. Моей матерью была женщина аристократического происхождения. Маленькая, крупкая, грациозная, с волосами цветового вороного крыла. Она всегда интересовалась оккультизмом, и многие считали ее ведьмой. Ну, надо сказать, что сам он тоже оккультизмом очень интересовался. И дальше история. В одну ночь, когда бушевала газа, некий голос разбудил ее, приказав разбудить... Да? Все в порядке? Слышно? Приказав разбудить своего мужа и отправиться на берег моря. А они жили на берегу Черного моря. Затем им следовало взять лодку и отправиться в пустынную скале, стоявшей посреди моря. Дальше такое романтическое описание. Была холодная ночь, дождь листал по их лицам, вспышки молнии прорезали небо, по которым бежали облака, гонимые ветром. И вот сверху они увидели гигантского орла, кружащего над ними, держащего ступик в когтях. Это был обнаженный младенец. Орел быстро спустился на скалу и оставил ребенка. Оттуда-то и забрали меня домой. И точно такое признание. Я до сих пор помню его острые мощные когти, держащие меня. Когда я подрос, мать объяснила мне, что я сын Юпитера, ледяной женщины, поэтому пришлось послать жить меня с человеческими тюрьмами, хотя сам я не полностью человек. Ну, вот, вероятно, именно родство Домбровского с Юпитером дарило его особой харизмой. Даром внушения своим собеседникам, гипнотическим взглядом, что помогало создавать репутацию, поддерживать репутацию легендарной личности. До конца жизни он хранил подлинные, да, кстати, вот это его мать, Евгения Домбровская, революционная фотография, а это ее как бы отражение образа в произведениях начала 40-х годов. Она, очевидно, была очень мощно, она очень мощно повлияла на него, вообще в его жизни. И Грэм до конца хранил различные подлинные документы о ранних годах своей жизни, хотя никому это не показывал. И более того, судя по воспоминаниям современников, и довольно много американских художников очень часто его вспоминали. И Грэм как будто бы даже огорчался, когда его вот эти придумки, когда его творческий артистизм, который, казалось бы, создавал придуманную персону, не замечался, а истории принимались за чистую монетку. Подобная жизненная стратегия, я думаю, была связана только с личными творческими способностями художника, но и с необходимостью в условиях иммиграции искать способы вхождения в социально-культурный контекст с другой стороны. Грэм использовал для этого участники сочувственные отношения к участникам делового движения. Части, так сказать. У него родилась впечатляющая история по этому поводу. И в известной мере он слыл монархистом в художественной среде Нью-Йорка. Удивительно, что в его архиве, это как раз из его фонда, очень много фотографий Николая II, Александра Федоровна, детей, Распутина, ну и как бы таких всяких деградиционных материалов. И Грэм любил рассказывать о том, как он бежал из дома. Это очень такой занятный тоже факт. Как он бежал из дома, где царь и его семья были приговорены семье к смерти. Но это было явно не до Катеринбурга. По его версии, бежать удалось сам на последний момент, когда один из часовых, сочувствуя его дару и собачика, нарочит отвернулся. По другим сведениям, спасителем его оказался сам Федор Феликс Дежинский. На самом деле документально можно последить лишь несколько эпизодов его продвижения с семьей, со второй женой за границей России. Здесь вы видите два этих документа. Это удостоверение об отсутствии судимости, когда такие нужные были, от 7 августа 1918 года. И охранное свидетельство Домбровскому, как гражданину, польскому гражданину, 9 августа 1918 года. И разрешение на выезд вместе со второй женой Верой Александровной Соколовой. А потом ему был выдано документ на право пребывания в Варшаве в течение недели. Там жил отец. И, наконец, складывались обстоятельства так, что сохранился документ, судя по которому в октябре этого года Домбровский был причислен к кабалерийским войскам Севастопольской крепости. Однако военная карьера, карьера белого офицера, она на сей раз его не предстила. И он выбирает эмиграцию. 11 ноября 2020 года Домбровский с женой и маленьким ребенком отправляется в Соединенные Штаты и прибывает туда 28 ноября 2020 года, День Благодарения, важный праздник американский. И вот в 34 года он оказывается в чужой стране и начинается абсолютно новая страница в его жизни. Здесь начались профессиональные занятия изобразительным искусством. Дело в том, что мы ничего не знаем, занимался ли он живописью в России. Сам он объяснял тем, что у него был такой высокий социальный статус, что при этом статусе не принято было заниматься искусством. Но сохранились некие воспоминания, что он бывал, например, смотрел в коллекции Щукина, Морозова, что он был знаком с представителем русского авангарда, Лорионовым, Гончаровой. Но это все, так сказать, очень проблемно. Вот в США Домбровский выстраивает свою новую диаграмму. Вплоть до того, что он берет новые имена, он постоянно меняет свои имена. Сначала он расписывался как Иван Домбровский на произведении, потом как Джон Домбровский, потом как Иван Грэм Домбровский, далее Джон Де Домбровский, Джон Домбровский, Грэм, Джон Де Грэм. И далее уже совсем он использует в конце 30-х, в 42-х годах мифологические имена. Выстраивает такую цепочку Джон, Иоаннус, Иоаннус, сын Йовиса, Иван, Жуанн, Джованни, ну и даже Небесный отец. Вот подобная трансформация это свидетельство крайне неустойчивое, ускользяющее самоидентификацию художника, что в том числе проявилось и многочисленных стилистических изменений к его искусству, которые нельзя объяснить только эклектичность его творчества, как иногда писали американские исследователи, но скорее постоянным поиском собственного стиля. он поступает учиться в художественном студенчестве в классе Джона Слоуна в декабре 22-го года. Слоуна известный художник, реалист, популярный журнал иллюстратор. И в мастерской Иван Домбровский делает колоссально быстрые успехи и уже в 23-м году буквально через год он становится ассистентом мастера. Несмотря на свое военное прошлое, Домбровский Грэм был очень современным и приятным, даже центоватым человеком, не лишенным чувствительностью, вызывавшим удивление неординарности победения и некоторой таинственности. Никто, даже его жены, а их было пять, не знали в настоящем возрасте. Наружность Грэма практически не менялась на протяжении нескольких десятков лет. Вот здесь он в 1934-м году, примерно так же он выглядел 20 лет спустя. И друзья верили в любую дату его рождения. И вот скульптор Александр Калдер, который, кстати говоря, нарисовал его портрет, и в духе Калдера Джон Грэм нарисовал свой портрет. Калдер был поражен настоящим возрастом Грэм когда он знал о его смерти. Я никогда не думала, что он такой старый. И хотя физическое бессмертие сыну Юпитера оказалось недоступно, его способность противостоять физическим домоганиям была совершенно поразительной. Другой западный художник, британский художник, китай, вспоминал, что когда он отправился в лондонскую больницу навестить, казалось, умиравшего Грэма, то заставил его стоящим на голове около кровати в егической позе. Вот вместе с другим выходцем из Российской империи художником армянского происхождения Арширом Горьким он очень любил мистифицировать и вообще всячески дразнить этими мистификацией американских друзей. Арширом Горьким выдавался за двоюродного брата Максима Горького, а также специально указывал неправильные даты эмиграции в документах, чтобы иметь полное основание говорить, что в 20-х и 22-х годах он работал вместе с Кандинским. Горьким тоже конструировал удобные для него романтические мифы. Один из них это его парижские связи, это его если не дружба, то во всяком случае знакомство с Пикассо и фонде американского архива Вашингтонского. Есть довольно много документов заставляющих допустить возможности их контактов. Это фотография 16-го года в архиве с подписью самого Мэтра Пикассо, хотя бы тогда 16-го года, но очевидно, что она могла быть подарена самим Мэтром. Несмотря на все придумки, друзья, современники очень ценили дружбу Грэма, прислушиваясь к его мнению, он был просто таким гуру среди молодых американских художников, он вызывал уже не только героическими фактами своей революционной географии, в это все верили безоговорочно, но энциклодетическими знаниями. Вот в архиве сохранился такой документ, называется «Личная информация», где Иван Грицианович пишет для себя буквально следующее. «Я окончу школу, издал экзамены по географии, истории, арифметике, алгебрии, геометрии, геометрии, физике, химии, косметологии, гигиене, ветеринарии, автомеханики, биологии». Интересный профессиональный опыт, который не весь документ, это очень интересный профессиональный опыт, который он перечисляет. Судья, дипломат, библиотека, мощник посуды, носильщик, секретарь, учитель рисования, профессор колледжа, арт-диллер, художник, писатель. Ну, понятно, что это такого своего рода CV. Очевидно, это был документ составлен для того, чтобы найти работу, особенно в конце 30-х годов, что это было для него насущно. Ну, нужно ответить, что Грэм был полиглотом, он владел 10 или даже 12 языками, об этом он тоже упоминает. Ну, а по поводу своих знаний в области искусства, он тоже написал в этом документе. «Я являюсь специалистом древним, африканском, океаническом, мексиканно-колумбийском, искусстве индейца Северной Америки, так же как в современном, так и в античном». И это, кстати говоря, недалеко от правды, потому что он написал довольно много таких трактатов, следований по искусству вот тех регионов, которые отмечают. Ну, и многие его современники, знакомые, они тоже считали это заявление чистой правдой. А еще у него была репутация блестящего знатока и ценителя антиквариата. Он был автором трудов по истории искусства, они не опубликованы в сфере теоретического трактата системы билетики по искусств, которые сделали такой курорт среди молодых американских художников. Поэтому его нескромные утверждения представляются вполне возможными. Он еще пишет. «Я являюсь специалистом древним, африканским». Да, так, 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 я был коллекционером более 30 лет и купил более 10 тысяч художных предметов за свою жизнь. Тут надо добавить, что он для себя тоже покупал, коллекционировал ренессансные бронзы, но он еще и был таким агентом для целого ряда американских коллекционеров заказа кутовых. Он уехал в Париж и там покупал. Дальше пишет. «Я обладаю огромной личной коллекцией древнейших культур». Это, да, действительно, негритянский, прежде всего, текстиля, книг, гравюр, серебра, рисунков и других художных предметов. «Я много путешествовала по Европе, Африке и Азии». В общем, это вполне заставляет нас вспомнить письмо Леонардо Даринчев Эго-Даринчев Эго-Документы Грэма в какой-то степени нашли визуальное отражение, воплощение в его автопортретах. Их много, очень много. Такой эгоцентризм его, он, конечно, способствовал тому, чтобы этот жанр стал одним из его любимых. И тут палитра такая от вполне реалистических портретов. Как здесь видите, портрет 23-го года. Через такие изменчивые, очень какие-то попризные, многочисленные портреты в образе Орликина. И он даже специально соинтарктается системой диалектики и искусств разъясняет, кто такой Орликин, как он его понимает, почему он его так ценит. И через страдательные портреты военных лет он очень вообще тяжело переживал, патриотически переживал Великую Отечественную войну. И создает целую солдатскую серию. В том числе в этой серии был и его автопортрет в образе солдата и некоторые солдатские портреты. Кстати говоря, там был такой видоизмененный облик Николая Второго. И уже в поздние годы, как раз в 50-е годы, язык его автопортретов очень сильно усложняется. Он использует фазетические символы, которые придавали некую сверхчеловечество, так сказать, сущности ему изображенному. и в такой категории портретов апофеоз середины 50-х годов или автопортрет в образе воина. Учитывая его увлечение оккультизма, мистическими учениями в 30-е, 40-е, 50-е годы, тут не всегда возможно дошифровать эти портреты, они требуют какого-то очень специального еще именно знакомства с его теоретическими трактатами. Но как человек воспитанный эпохой модерна, он не теряет чувства нюмора, чувства самоиронии по отношению к самому себе и его отравляющий рыцарь 52-го года. Ну, в общем, это не какой-то ужасный и устрашающий персонаж, ну, как раз очень даже и персонаж, который может вызвать улыбку. И на самом деле вот это такой рисунок его, который называется «Сомка». «Я тот, кто я есть» и это также записано в его как раз в этом автопортрете как-нибудь лозунг его «Я есть тот, кто я есть» и сложно сбить его с пути. Вот таким он и остается, таким, какой он есть, а его позиция, его стратегия мифологизации в своей биографии можно воспринимать эту позицию как один из инструментов социализации русского мигранта в новом звенном пространстве. У меня все.